Да, друзья, потихоньку вечереет, но это нам не помешает насладиться игрой в рамках Айлиги 3-го созыва между командой ZDEC и Old Boys. Более чем уверенно, ZDEC завершили первую игру, более чем уверенно, они довели ее до победного завершения, до логического такого победного завершения. Ну и я бы даже так сказал, что Old Boys наступают на те же грабли. То есть в первой игре они отдали первую карту, во второй игре они вот сейчас тоже отдали первую карту, причем как-то совсем, ну не то чтобы бездарно, но так вот просто, очень просто. без какой-либо особой борьбы, что-то попытались сделать, даже наверное меньше они сделали, чем вот в той первой игре между, ну вот когда они играли против, против своих первых оппонентов, потому что тогда хотя бы против EP они смогли сделать, ну там неплохие пару файт, ну один так точно, когда магнусом в троих, реверс приоритет, да. Ну вот такое, это было уже тогда, это было давно, скажем так. Сейчас же у нас Триант Протектор такие появляются, которого банили, но по-моему банили его сами ZDEC, Трианта и Чена, кажется, они банили. Снайпер, Триант Протектор и Лина, вот такой вот набор персонажей, что касается олдбой, то у них Шекер и Шторм. Шекер и Шторм, ну надо подумать насчет какой-нибудь Темпларки, насчет кого-то такого резового, лихого. Кстати, Спиритбрекер, помните, мы с вами говорили, что будет он в бане, и он в бане, но это было логично, потому что Спиритбрекер сегодня прямо во всех играх, и он крут. Тут Рубик, угу, Рубик, 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 и Рубик точно так же во всех играх про The Old Boys еще ни разу Рубика не использовали, если я не ошибаюсь, вот сейчас будет первый раз. И Акс, вот это поворот, но здесь опять очень много дэмэджа, опять дэмэджа просто выше крыши. Единственное, что Триант Протектор бёрст дэмэдж не вносит, а все остальные вносят, что Лина, Лагуна, Драгонслейв, стану, что снайпер там шрапнелью забросал, просто пульку и стил, и снайпер, щелк, 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 все, пооткрывал, как, знаете, как открывачка вот этой вот бутылки, так, пум, 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 вскрывает, значит, так, подходит, вам налить, вам налить, значит, и открывает, открывает. Ну ладно, у Лолдбойс пока тоже вроде как все неплохо, два хорошеньких саппорта, неплохой герой для центральной линии, остался оффлейн какой-то, какой-то оффлейн, ну, знаете, если сейчас спикнуть какого-то агрессивного такого вот, который может прям ньюкера, кэрри ньюкера, то можно и Акса там затроллить, ну, не то чтобы затроллить, но убить на линии, можно его контролировать, можно доминировать над ним, можно просто не дать ему за тавр, как-то там заходить, постоянно держать его под контролем, и загнобить, короче, в итоге вынудить идти в лес, отправляться в свой собственный лес, ну, и там что-то вы фармлили, хотя акции в лесах, ух ты! А как-то... Ну, то, что сейчас выбрали All Boys, имеет под собой все-таки несколько оснований, во-первых, Шекер может на оффлейн пойти, тогда Рубик и Зевс саппорты, во-вторых, Зевс может пойти в вмид, а Шторм будет кэрри, такой тоже вариант возможен. Возможно еще вариант с, например, Шекером в вмид, а Зевсом оффлейн, а Штормом кэрри, ну, то есть, вот, есть такие всяческие варианты, однако, три героя, у которых основной параметры интеллекта, они прям вот намекают на то, что здесь может появиться какой-нибудь лансер или антимаг. Зевсор time. Зевсор time. В общем, вариантов сейчас перед деками много, масса, множество, просто великое множество, бесконечное множество. Кстати, вы знаете, я вот почитал там чат немножко в перерыве, как-то вы активно обсуждаете вот эти вот ставки, там, кто что поставил и так далее, и так далее. А мне вот интересно, вы что-нибудь хотя бы выигрывали когда-нибудь, вот, что вы постоянно ставите, ставите, там, кто-то квартиры ставит, кто-то там, рарки ставит. Давайте, наверное, я какой-нибудь тоже, ну, вот, что-нибудь, какой-нибудь срез общественного мнения устроим. Похвастайтесь, что же вы, в конце концов, заработали. Давайте запилим какой-нибудь голосованием. Ну-ка, 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 ну-ка. Вот, пожалуйста, запилил я уже туда, вот, нет, еще не запилил. А вот сейчас запилил. Очень, очень, очень интересно, что же вы все-таки выиграли-то постоянно? Ставки, 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 коэффициенты, коэффициенты, проиграл, выиграл, проиграл. А что же все-таки выиграли? Сколько денег? Ух ты, это Undying. Это Undying. Это еще был третий вариант, о котором мы даже и не думали. И Саларк. Ну, сами Old Boys сыграли довольно агрессивно с Undying. У них был Undying и Spirit Breaker, а здесь Undying и Axe. Здесь, как бы, наверное, еще более страшная комбинация. В чем-то страшнее, в чем-то. Но, все-таки, Axe у нас будет фармящий, агрессивный Axe. Окей. А, так погодите, у нас... Тогда Undying и Соло будут стоять сложную линию. Соло, Axe будет фармить двумя саппортами, Шеки в центре на Снайпере. Может быть и так, может быть и так. YYF на Шторме будет играть у Old Boys 820 на Шекере. Long DD на Рубенчике, DD на Зевсе и Джоу на Слабке. Жоу. Ладно. Ладно, может быть и так. Может быть так тоже неплохо. Да, что ж такое. Ну, давайте смотреть. Мне интересно, кто куда все-таки пойдет. Ну, да, здесь Undying. Здесь пока шикит. Снайпер в центр побежал. Может быть, знаете, как будет. Может быть, Undying будет стоять соло изначально, а кто-то будет к нему подходить. Там, допустим, Лина прибежит сюда на линию, поможет ему там как-то. Может быть, из лесу выскочит, там что-то какие-то там срунка как-то там придет, подстанет или что-то такое. Может быть, Снайпер там будет какие-то выходы делать. Может быть, ну, плюс еще не забывайте, конечно, Трианг Портектора есть, который Левен Армор может бросать из любой точки карты. Акс прям запакованный. Посмотрите, и топор у него, и маска какая-то смерти, и на плече какая-то... Такое ощущение, он Леона где-то уже нашел и оторвал у него эту клешню. Как она вообще называется? Finger of Death какой-нибудь. Molten Claw. Какой-то... Ну, Claw это вот... Какая-то Клау. Какая-то Клык. Коготь. Кло. 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 Коготь. Так, вот. Где-то там он с Леоном встречался однозначно, и в качестве трофея я оставил его руку себе. Так, битва у нас начинается. Начинается она с того, что Снайпер и Шторм забирают себе пору небогатства, и у каждого уже имеется небольшой задел. Так, агрессив. Ну, тут противоагрессива, атреплатка, и его ждут, его ждут, 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 но он все это движение... Все это движение он видел, и сейчас спокойненько... Так, вот, выйдя через лесок, вот так вот, через подлесок, пошел на линию. Ну, а одному здесь, конечно, я буду стоять, будет не очень приятно, поэтому Триан Протектор с Линой уже поспешает туда, поспешает. Очень хотят Акса забрать, пока там никого нет. Акс вертолку включил, он просто разваливается, просто, смотрите, один раз крутанулся, и уже больно. А есть фиссура, да, но замедляет фиссура по-троим. Кстати, Сларк прыгает, но крутится-то крутится, Акс будет крутиться, надо, чтобы, блин, я что-то дала, как-то Стан куда-то в кого-то, но пока не получается. Триан Протектор, Стан на ход, Сларк, а есть, вертится, вертится, сейчас из Фердс была, достается агрессиво. Не зря же он такой агрессивный. Вот так вот, на Акса, пришли Акс-то вам, накрутил хвосты. Ну, и Акс. Дайанг, видимо, крутит здесь тоже хвосты. Зевсу, у которого 283 хп у Зевса, да что, 300 хп, ну там басты, это же минус Зевс, или нет? Зацепили сейчас хз, но нет, должен за баг забить Зевса, Зевс продать стики проел, или что? А, нет, просто это не стики, это дикей закончился, действие дикей, поэтому чуть-чуть хп добавилось в Зевсу, ну ладно. Так, а там наверху, а там наверху фиссура, ну и все. Как-то Old Boys слишком, вот сейчас, потерялись первые секунды, первые, ну вот старт вот этот рывок, он очень серьезный сейчас вот с деков, прям вот слишком серьезный. Прям даже нет времени у нас проверить наше голосование, узнать, что же там, сколько в этом заработали-то. Ну, вот будет пауза в игре, я думаю, мы вернемся к этому. Так, что? Ничего, две минуты там, там же трянут, протектор задействовал руну регенерации, отлично, и что он делает с этой руны, он просто гонится за шейкером, кстати, у него-то есть сапог, он пускает корни в шейкера, вот так вот, и бейте рукой, на тебе, говорит, дорогой. Ну-ка, ну-ка, ты куда, говорит, вернись, нет, все-таки не пошел под тавер, но продамажил нормально, смотрите, 240 хп, в любом случае вынужден шейкер сейчас на фонтан бежать, с фонтана. Тп куда-то делать или пешком идти, если тп нужно сохранить. Диди, конечно, хоть тут 7 крипов и имеет, даже 8, но не сказать, что у него очень все успешное сейчас складывается. Да, и у Сларка тоже, тут, как бы, постоянно под дикейами, но вот, может быть, с шейкером они что-то попробуют сделать, но пока что он дайинга, а он еще и промаксил себе дикей, смотри, два дикей у него, то есть кулдаун меньше, стоимость по мане больше, но кулдаун меньше, видите, 8 секунд уже. Урон, конечно, тоже больше, но урон это такое, а дикей, в принципе, урон, ну, иногда, конечно, убивает, и можно убить дикей просто дав, ну, тут, вот, тут, вот, есть же, что такое гарден, там, есть, вот, хорошо, фиссура, но. Как бы, есть под сейв, видит, прям, протектора, протасея, он позади ни в кого не может, а вот напасть-то сейчас можно попробовать. Или они будут нападать? Нет, не нападают. Не нападают. Интересно, как бы, извиняюсь, дуто, если бы изначально были блинки, там, допустим, если бы можно было изначально купить блинк на команду, вот, один блинк на команду, прям, сразу, на первом левеле есть блинк. Мне кажется, так, тут центр, тп под сейв снайпера, хорошо, шнурп 0 бросает, неужели сейчас он погибет, и шнурп погибает, вот так вот, а шики-то выйдет в размер, или нет? Нельзя размять, шики, лон, диди, тоже погибает, лон, диди, умер, 3-0. Думал, что как-то выйдут в размен на снайпера, хотя бы рубан как-то его добьет, да, нет, нетушки, нетушки. Видите, кто сделал тп? Не саппорт, кэри сделал тп, потому что понимал, что он может там зарешать, и так он может вернуть сейчас в центр и зарешать еще раз. Кстати, вот, прям вообще-то легкие. Ну, решил, что Зевса, наверное, попроще будет, там, главное, чтобы Лина с Аном попала. Иначе, ну, видите, да, Зевс как-то сыграл так, что переагрил там всех крипов, у него маны сейчас нет, плохо. Лина прячется, Акс, Акс, уйдет Агрик, 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 Агрик как-то вот очень грустно прям сверх грустно 6 снайпера 5 5 5 5 но много 5 4 5 у нас 3 на 3 пока было чуть хуже конечно old boys но она им понятно как бы 0 4 шейкер что-то ищет здесь в лесах но он под вчерашний день ищет честно говоря ничем там не найдет здесь парню двоих конечно у них урон огромный среди носа один у одного и второго еще 70 то есть 160 урона носим а как вам такое как вам такой поворот где вообще акс акс тысяча сто денег и зевс как только здесь попадает на стану он он мертв так раз размен каких-то тут нас хп размены хп и не разминками не поэтому по товарам сейчас постоянно конечно хз вместе с гардером настояться просто потому что слишком агрессивный старт но и вообще здесь их трое видите рубанчик еще пришел ну да рунку конечно у акса отжать будет невозможно а ведь эти иллюзии они же такие противные лакс эти иллюзии по фармить сами могут сейчас посмотрим ну вот смотрите 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 иллюзия да что делает там по фармила тут по фармила прям узаконенный чит канал да и убивает же постоянно прокают вертушки потом можно еще вот этих двоих отправить вот сюда вот и и также и делает вы видите что тот агрессив сделать на 3 просто гайд по фарму ну а он через shift отправил их так вот крутятся хоро ну вот почти убил на самом деле продамажил не 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 кисло так зевс линали на зевс горелку на ход на ход стад хороша сбыта агро агро по таймингу и просто забивает молот в зевса и просто казино этого просто мокрая двух мокрая тут прям такое мокрое зона преступления место преступления мне кажется детективы могли бы там найти хотя шторм залетает притягивать себя акса очень хочет его убить и дальше летит и стана длинный задуматься неужели ввф погибнет ввф на последнем хп на последнем издыхании погибает и рубик то бросает час назад акса но опять таки стан от кью боже эти станы постоянно по таймингу постоянно вовремя акс таки забрали но это 6 в 1 6 в 1 счет 61 там еще погоня за ух из таких казалось бы вылезли кущей дебри до шторма на всю ману залить сел ну не на всю ману манатом конечно у него еще была на то чтобы вор так знать на то чтобы там учет это полететь переместиться ок ок ливен армор и дикей но постоянно по дикиме конечно неприятно находить ну другой стороны артам уже с потеха и вроде бы как можно еще и стики поражать которые заряжены максимально фактически но без двух зарядов будет 10 а снайпер то пользуется тем что в рядах противников полный хаос и бедлам он фармит 52 крипа убил 21 за динайл вот так вот тычка вай вайф и под дабыл дэмиджем чуть ли не 100 хп с него снимает ну оно так и должно было быть 150 и тут как бы 7 брони 30 с потерянием так что один здесь зомби тому поставил зомби здесь приговорят мой промахнулся я закашлялся извите друзья там был трианг протектор а там просто зомбаков наплодилось делать ряд протектора и замедляет специально здесь шейкера чтобы как-то его могли зомбаки-то покусать но не получилось они покусали но в общем выжил гардер молодец не растерялся четвером четвером надо было выходить чтобы кого-то убить так что он залетел подтягивать себя шейки есть хорошие пациент 2 пациент прыгать шики зацепили шики это было развернуться и штрафтель дать шики шо ж ты делал то шейки тоже понимал что не выйдет не уйдешь отсюда ошибка очки стоило ну вот часа он будет потихоньку потихоньку начали что-то делать ведь уже не 16 уже 36 где вдают верхнюю молнию ну и разбежались побежали кто куда окей но вы знаете что касается наших нашего голосования то вот 20 процентов проголосовавших выиграли от 50 до 100 долларов еще 20 процентов пишут что они только к манки ставят это как у манки выигрывает у нас есть 66 человек так там под тем временем очень скоротечный файт 6 человек который владельцы сети казино и поэтому они всегда выигрывают вот я бы пообщался после эфира с этими шестью людьми может быть вам нужны работники так вот наше голосование забавное получилось но в общем кто-то что-то же выигрывает наверху что наверху наверху опять-таки ничего потому что очень быстро сейчас могут убивать противников противники друг друга теперь я им еще и в центр нас fight и поля задать шекера шекера это акс пытался сагарить но урбанчик украл на и чургиз и еще сейчас у зомбака украл дикей ну как то ведь у нас сразу на трех фронтах происходили движения и здесь вот со сларком и наверху и в центре как-то так активно могут себя позволить команда так играть потому что герои для пуша для фарма для атак подходят готов запрыгивать запрыгивает и не получилось то сагарить или хотя и получил то получилось агарить сларка есть фиссура отрезает акса нах бежит назад стан хороший станут надо бы казнить его луне чего не получается волны залетает в агрессиво и ультимат отзывается агрессивно бежит боже думаю агрессив как ты там выживаешь то агрессив саппорт и по сторону лечил станут по твоим блин а что алина q лина просто красавчик хз задиди ну тут чуть чуть воистах то мимо сасларк промаху за дикеем забирает забирает дикеем и табу поставил вот так вот и прыгает агрид на самом деле минус 4 ух шторм 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 не хочет козы отпускать но мант у него же закончилось ах заберут и они же заберут его о мой бог о боже как так вот это да вот этот сдеки вот это надавали двоих героев на развороте отступали на на зомбака прыгнул сначала сларк потом шторм но но кэри но кэри агрессив был тут как тут ай молодца кстати он может вангвар тебе купить и пойти на фонтан драться ох 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 ну что давайте смотреть графики давайте на творце смотреть 13000 на 20 7430 монет ровно преимущество одну по опыту тоже не маленькая хуху хуху да уж такие вот они акции разговор короткий что смог неужели смог мало обед на голову олд бойзов еще и смог на их голову ой 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 группируются 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 бегут стать они могут найти сарков у которого половина хп сейчас ну стартом и азиас проверил ну тут должны понимать что там что-то пошло не так агрессив ждет там пока без него убивать рошана ну и так понимаю там могут как бы со снайпером зомбаком и стрям протектором позволить себе это сделать что везде сладко или не видят непонятно я так понимаю будет догадываются где их оппоненты где их противники вот они сложно на самом деле учитывая что все сульта нул никого на карте не увидел никто за ними никуда не пришел соответственно они сознательно давали рошана и не могли его за него никак подраться а вот вот уже видно с ларка потом на т1 пришли неплохо бы прилететь а наверное нет смысла они просто пойдут заберут один товар добьют его заберут второй товар и пойдут на т3 вот нет хотят драться защищаться хотят а двое уже прилетели бросает в ней чуркис на акса чтобы тут подошел неожиданно запрыгнул на шторма это можно сделать так прыжочек ой сагрил шторма хорошо раскручивается просто подцепили просто снайпер нет просто вниз есть висуров снайпер сайпер пострадал еще корни от логдизи пострадал уж совсем так пострадал и бежит акса за шейкер шейкер ты полдет и согрели согрели 820 конечно же его пуля настигла ну вот так вот неплохо и там ба еще на зевса ты зевс порта тавар не отдал но вот учитывая что джоу здесь есть они там могут и андайанга забрать хотя он дон боже сейчас он себя подхиляет да еще у него есть тики есть будет и будет дикей и языки и гонится за зевсом то гонится гонится шторм залетает но такие андайанга он забирает вместе с зевсом и джоу и в итоге фраг достался зевсу сколько денег и терра заработали а этот нам по 3 капнер за прошлый файты лишь или как непонятно вроде бы маловато хотя нет 474 чего-то заработали так заработали налог где и украл ассасинает сейчас будет стрелять собира кстати вот почти убил если бы не ливен армор и регенерация возможно снайпер бы поставил 3 часу и 100 проблема дека в том что снайпер лоуха пешный так давайте назовем слишком мало руб 1 пишет я выбрал про казино да ну в общем для если кто-то пропустил друзья так вот зашел нас разговор о том что как-то все ставят ставки там какие-то вот все всех эта тема интересует и она пример не ставлю ну как-то может быть они азартно в этом плане хотя у сам по себе азартный человек так вот мне было интересно кто же все-таки сколько заработала из вообще кто-нибудь заработал этих ставках хоть что-то поэтому мы с вами замучили давать так это скажем ну провели средства чисто вам не сделали средства честного мнения как сейчас делает акс срез а вайва эфа но средств делали на ладно в общем срезали они шторман так вот провели бы это сделали мы срезы и выяснилось значит выяснилось если вы хотите проголосовать еще раз то я вам дам возможность пожалуйста брошу еще раз ссылку проголосуйте если вдруг вы не голосовали узнаем сколько же кто сколько и как заработал но кстати увеличивается число владельцев казино так снайпер шрапнель бросает ах шрапнель шрапнель ну конечно там джоу вот так вот вот так вот ушел там на прыжке или на процент чуть-чуть не хватило и там был поставили просто всегда да он здесь уже не остается шансов дальше прыгает и курой прилетели просветить может быть и а что вы делаете деки курорт даже привели чтобы найти ой жесткий ой пацаны вы все дали dragon slave дали тамбу поставили шрапнель за брось контрольная кура залетела ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой молодцы-моладцы однозначно у нас похоже будет план клещей клещи 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 с двух сторон зажимают или коробочка ну можно прыгать Прыгать, ну, решили, типа, в Рубена, сейчас будет стан Лину, но Лина успела разрезаться. Так вот, Шторм, Туше, говорит, Туше, Зевс ультанул, корни, отличные корни, Хаслэм, но Аксов БКБ, Аксов будет агрить кого-то или не агрит, уже агрил, можно просто ультануть, еще там подошел ХЗ, есть стан в одного ХЗ, но все просто разбежались, так как они так спрыгают, Аксов, Зевс ультанул, а Шторм-то улетает, улетает, убегает. Айгис пропадает прямо сейчас, был Айгису снайпер, если я не ошибаюсь, да, вот там эффект регена на нем был, ну, такой вот файт небольшой, но такими небольшими файтами счет уже стал 7 на 19, графики, ну, они так по-прежнему на 7500 примерно держатся, 21 на 30 сейчас, вот вы видите разница по опыту тоже самое, 28 на 35, но, как бы, файт-то отсутствует у Old Boys, не получается драться, ну, увидели, что делает, просто отдельно взятый Акс, вырывается по очереди, клацает всех, тут готовится, гардер что-то придумать, а есть какие-то у вас просветки, там, что-то такое, ну, есть вардецкий один, отткнули вардецкий, и Акса видят, оп, подцепили, бросили, Шторм залетел, Акс сразу, как он прыгнул туда, сагрит троих, боже, Акс, в лагуну полетел, а минус Рубен сразу же, и на сон посадили ВВФ, и ВВФ сгрызли зубаки, и Лина, в том числе, и там Джоу пытается что-то со спины взять, но Акс его сагрил, Джоу, назад, встан, под себя, Лина, не получается, это там Данг бежит, там Баинг бежит, Джоу убегает, Уже встали зубаки, и улят, это, у кого был Юлу, Лина был Юл, но она типа спасла, но такой небольшой фейл, ну, да, это фейлом нельзя назвать, это, ну, как бы, нормальная игровая ситуация, да, дали одновременно, Ассинейт и Юла, ну, там уже было без разницы, как бы, может быть, конечно, есть, ну, если вот, чтобы прицепиться, да, вот, всегда там, соринку, чтобы найти, там, где-то в чужом глазу, в своем бревна не видишь, Ну, соринку, да, можно найти, да, типа, плохо сыграли, но на самом деле это туфта, потому что сыграли хорошо, Сильма-22, ну, еще бы они плохо сыграли, я не знаю, шикарно, сейчас вот Лина может опять, вот, Акс цепляет, ВВФ и БГБ, и Лагуна, и где этот шторм, я не вижу, шторма, никого не вижу, Зевс ультанул, Лину забрал, хорошо, потому что там Джоу, но есть корни, и вот так вот отвечают-то, Лагуна, Эй, Рубенчик-то, Акса подбросил, но зато зомби зашел, там БУ поставил, эхо-слэм, эхо-слэм, хорошая такая тема, за Аксом, погоня, Акс цепки прожал, Акс будет драться, Аксу будет что-то сделать, но Акс ничего не сделает, подхиливает себя, Акс, вот так вот, но сам забрал Шейкера и погиб, Ну вот видите, и что зомбаки-то смог, успел прожать лунг, красавчик, ты просто умничка, доиграл эпизод, но там снайпер подошел, как-то снайпер там, не, вот был бы снайпер, мне кажется, все было бы по-другому сейчас, конечно, в четвером погибли, вот тут должны были просто significant amount of gold заработать, Oldboy, заработали 2500, опыта 7200, урона внесли 6000, да, так нехило внесли урона, ну там, конечно, Зевс постарался, ультанул, хотя ультиматом как-то, ну, где-то 1000, наверное, внес, ну, может быть, 800, что-то такое, 5 арк-лайтников дал, эх, Зевс, 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 грян протектор, хотя он там корни вроде прожимал, мне показалось, Ну, снайпер пакуется вот так вот в рун, он решил, что хп, да, у него мало, но учитывая, что, точнее, учитывая собранное БКБ, вроде как ему должно хватать этого пула 1119, еще там можно на силу переключить, будут еще дополнительные хпшечки, так, Лина задула, а у Лины, так, простите меня, друзья, что я после этой эпической игры немножко закашливаюсь, Опять эти имба-иллюзии, которые фармят все, ну, уже их, наверное, на энджетов можно отправлять, они, мне кажется, энджеты могут нафармить. Так, а по ТВ-раму, смотрите, какая история, по ТВ-раму история 1 и 2, 2 написал 3, нормально, 1 и 2, нужно было 2 и не писать, бы написал 3, очень, короче, один внешний тавер, стоит у Old Boys, и этот тавер, пока последний оплод надежды, хотя, надежды на что? Если надежда на то, что они выиграют игру, мне кажется, здесь нет никакой надежды. Она, как известно, умирает последний, но мне кажется, что Акс тут надежду казнит точно так же, как и всех остальных. Просто щелк и все. Разговор у него короткий. Так, 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 ну, в общем, а как они почувствовали, что Джоук здесь? Вот, как? Или они не знают, что он здесь? Или, ну, они точно знают, что он здесь? Лина, так, 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 он там, а вот здесь вот снайпер, хорошо, Джоу бежит другую страну, там что разжили, на его увидел, надо будет уходить, так сагрил, плохо сагрил, Джоу разбегает, тут вся команда, опять-таки его просветили, ушли, увидели, пуля, пуля, сейчас опять будут ловить, но ТП, ну там же будут корни, или что там будет, стан, ну, конечно же, стан и агро, и лагуна, как вы знали, просто, короче, игра какую-то чехарду от Сларка, и они постоянно знают, где он, Дед Сарк, находится, ну, где-то, что-то видели, короче, как-то знали, точно, потому что именно за ним бежали, именно за ним. 24 минуту у нас уже прошло, ну, потихоньку добавляться к Т2, тому единственному, который остался. Короче, смотрите, по нашему голосованию, у нас, некоторые люди даже умудрились выиграть от 500 до 1000 УЕ, вот так вот, но в основном, конечно, у нас все имеют собственную сеть казино, и поэтому постоянно выигрывают, так что, слушайте, какие-то богатые люди у нас стрим смотрят, развлечения, ДОТА это развлечение для богатых, оказывается, я теперь понимаю, почему все ставят, то есть у нас, слушайте, судя по вот этому опросу, у нас 17,6% аудитории это владельцы сетей казино, вот, поэтому, конечно, там постоянные ставки, азарт же у людей в крови, ладно, окей, я готов прийти к вам в казино и устроить там трансляцию, ребят, ДОТЫ, как вам, в казино никому не нужен, не нужен комментатор, я, я бы, я могу фишками брать зарплату, ладно, в общем, шутки шутками, ацдеки готовят очередной план, но они очень активны по карте, они постоянно перемещаются, постоянно какие-то смоки, постоянно какие-то действия, то есть не стоят на месте, и это отражается, конечно же, на фарме, то есть для 25-ой минуты даже у снайпера сейчас такой, акс, акс-то, акс-то под нейчеркизом, талину лидно зацепили на себя и выйдет, акс пока не агрит, есть корни, решили свапнуться на саппортов двоих, заагрил и стал тоже туда же, и лагуна в Зевса, и казнили уже Зевса, и дальше есть форсап, есть погоня, там что-то, эхо-слэм, по-моему, был в никуда, сладок запрыгнул, но на стан, и акс его сейчас будет агрить, акс его уже сагрили на задуло, и казнил, казнил, слэндонг, брызги, крововые брызги шампанского разлетелись во все стороны, потому что именно шампанское сейчас агрессив может себе позволить открыть в честь славной победы над командой Олд Бойс. Я, конечно же, забегаю глубоко, далеко вперед, но я думаю, друзья, вы со мной согласитесь, даже если вы ставили на Олд Бойс, что ну никак им уже здесь не выиграть, ну никак, ну вот шторм залетел, да, он улетел, да, он продамажил, ну вот... Байбэк Сларк, отлично. То есть, давайте так, если бы там был не Сларк, а Дуза или Лансер, нет, даже Дуза, Лансер нет, а вот Дуза, да, тогда бы они выиграть могли. Может быть, может быть, но там не Дуза. Лансер, возможно, нет, потому что Акс крутится, и по площади там скиллов хватает. Дуза может быть, и то, если бы она собрала линку, и Лагуна ушла в линку. Потому что Дуза, ладно, это сильное, но чистый урон тоже сильный. Снайпер такой просто жесткий уже. 0.71 скорость атаки. Там, да, внизу была последняя надежда, вот эта, которую Акс казнит, на этот раз казнила эту надежду Лина. Ох, линолинушка-то, буйная головушка. Ну, тут, о-о-о, буйная. Но теперь точно. Теперь точно буйная будет буйствовать Лина. У нее 10-2-10. Ну, почему бы ее буйно это и не назвать? Мне кажется, тут любого можно буйно назвать. Он 3-2-3-3-12. Улан Дайнга. Ну, что, давайте посмотрим вот так вот. 11-2-12, 10-2-10, 6-2-9, 4-4-4, ну. Это Рубик украл Шарпнель. Да, Рубик Шарпнель украл. Давайте, наверное, байбеки включим, потому что подошли там к хайграунду, готовы. Ну, вот как только Акс сейчас заагрит кого-то, то сразу ГГВП. Там еще 12 секунд без Ларка, можно избивать Тавр безнаказанно. А в фортификации-то нет, ну вот там уже Шейкер Фиссуру дал. Ага. Так. А, ждут Шторма. Шторм залетел, Шторм улетел. Снайпер Тавр разрушил. Ну, вот теперь можно спокойненько зайти. Так, там Йольнир набрасывают на Акса. И Акс типа танкует. Так, ох, ворвался! Хорошо, Волг Диди, Эхаслэм! Что, мимо или нет? Непонятно куда. Эхаслэм, ну, по-моему, никуда. Да, он ушел, Акс продолжает сражение, там есть 100, Акс просто козит одного! И что, уже 2 Байбэка и разбежались, и разбежались. Ну, неплохо, почему? Тут просто кровавая какая-то месива, стружка просто из героя вот тут осталась в этом месте. Ну, конечно, не особо никто ничего не пострадал. Ну, я имею в виду из казарм. Ну, учитывая, что казарма Метчиков сейчас отрегенится. Она вообще не пострадала, но... Агрессив, агрессив. Ну, вот одно неверное движение, вот, любое. И досвидос. Не могут, смотрите, тамбас стоит на бараке, подойти к там... Страшно, сложно, потому что, как только вы подходите сюда, вы получаете агро-такса. Да, вот так сейчас сагрил на месте, так вот, поэтому снайпер назад, но у него есть Аегис, снайпера убили через фиссуру. Так, есть стан, но снайпер смеется в лицо. Хорошо, аг, сагрил шейкера, нормально, шейкера сразу же убили. И убили лонгдзи. Ну, шторм летает. Притягивает, кстати, себя агрессиво. Ну, там за агрессиво есть кому вступиться, а агрессив-то еще и БКВ прожимают, и Лина, ну, входит сражение на огонь, удалим шторма, шторма забрали. Бегают все вокруг Джоу, и Джоу тоже убили. Ну, когда уже ГГ будет? Ну, посмотрим сейчас, может быть, когда Диди просто погибнет, и Диди просто погибнет. ТП агрессив зачем-то делал. Ну, типа, ГГ. Шрапнель, ГГ, ВП. Да, у Old Boys не самый лучший день сегодня, но эти деки, это просто что-то нечто. Это прям, ух, ух. Ну, хорошие у нас сегодня были игры, на самом деле я рад, что мы с вами на них попали. Их посмотрели. Все команды классно играли. Даже в Old Boys, которые последние две игры проиграли, они вот вторую игру в первой серии выдали, ну, просто на ура. Это значит, что группа будет жаркая, группа будет еще та. И нам предстоит пронаблюдать за великолепными играми. У Сарка замечательные фэнтези-поинты. Минус 0.0. 1.10.5 Сарка, такая статистика у него отличная. 1.10. Вот этот мейн-кэрри с пленком 1.10. Да, ну, там даже у Рубика больше фэнтези-поинтов, да, у него 1.1. Кстати, у Трианг-портектора почему-то 1.5, это маловато. 5 ассистов, 2. Ну, может быть, за Ливен Армор ассисты не дают, но за Ливен Армор должны давать, типа, реген, ну, то есть он отхиливает. То есть, как за Хилл должно давать. Ну-ка, давайте посмотрим. Оглушено. Убийство Рошана. Вылечено, вот. Вылечено 0.1. Как-то мало лечит, видите. Ну, ладно. Ладно, бывает. Снайпер, конечно, каким-то образом... Слушайте, у Снайпера 8.2.14, но у него больше фэнтези-поинтов, чем у Акса. Он, может быть, там Рошана убивал, может быть, вышки убивал, поэтому... Лина, конечно, тоже там молодец. В общем, что, друзья, мы, к сожалению, должны с вами проститься, потому что наш эфир подошел к концу. Сегодня, на сегодня это была последняя игра. Но мы приглашаем вас завтра, потому что завтра стартует уже ландфинал Starlander, если я не ошибаюсь. А если я ошибаюсь, то завтра все равно будет iLiga. Поэтому приходите, смотрите, следите за новостями, подписывайтесь на наши соцсети. В общем, занимайтесь хорошими вещами. Те, кто, значит, владельцы казино, вы там не отпишитесь. Пообщаемся с вами. Ну, а всем остальным, что я хочу пожелать? Пожелать следующих... До новых встреч. Встретимся завтра, наверное. Завтра, по-моему, тоже у нас будет трансляция. Ну, завтра самая главная, конечно, трансляция будет на первом канале здесь. А iLiga будет, по-моему, на третьем, потому что на первом будет, собственно, ландфинал. И ландфинал, вы знаете, это грандиозное событие. Поэтому не проспите завтрашний день. Не проспите обязательно. Будет много интересного. Будет еще более крутые игры, чем были они сегодня. Ну и, наверное, все. Такая вот моя тирада. Финальная речь подошла к концу. До новых встреч в эфире, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok